И вот второй вариант от того же человека. Представляете, да, он собрал чебуратор. Я вам честно скажу, вы мне хотя бы одного кренделя, который умеет руками работать, покажите, который смог бы такую штуку сделать. Не получается, да? Я сейчас объясняю, почему. Потому что этот человек, он работал на станции технического обслуживания, а не всякие там козябочки, которые пришли на комбинат, научившись там инструментом работать. Их оттуда выгнали, и вот они пошли в автосервисы. О, вот такого человека мне, призовите, и все будет нормально. Теперь вариант другой. Ну, он уже покатался на этом автомобиле, причем он катался очень хорошо. То есть машина, в принципе, ну, вот на этой машине можно в любые пампасы ехать. Это Nissan Patrol. Вот в том самом кузове, который мне, по сути, и нравится. Потому что были остальные кузова, они мне не так нравились. Поверьте мне, вот это то, что доктор прописал. И он также его продает, причем цена на 50 тысяч дешевле, чем тот самый чабуратор. То есть цена 350 тысяч рублей. КОНЕЦ КОНЕЦ Ах, я не буду говорить, что за автомобиль, я скажу, в каких руках он был. В руках исключительно у человека. Вот представляете, да? Получается, чабуратор-то работал тихо-тихо, да? Эта машина так же тихо работает. Почему? Да потому что здесь супердвигатель 2.8. А еще в этот супердвигатель 2.8 человек поставил тихо-тихо. И машина стала работать просто исключительным образом. Вот. К слову о этом автомобиле и вообще. Я эту машину люблю с детства. С самого раннего, с детства. То бишь, я, конечно, понимаю, что первые видеофильмы начались у нас, грубо говоря, ну, с 87-го года. Тогда были другие машинки, да. Но когда я в 89-м году, ну, точнее, это была вторая машина. Потому что первую машину у нас один человек ездил. Он с Владивостока пригнал себе машину на правом роли. А, Шевролет, естественно. Ну, тогда это было возможно сделать. Сейчас не получается. И вот он ездил. Это была крутизна. Огромная машина. Для нас считалось просто супер. Верх фантастики. В 89-м году я приехал к папе. На север, да? И вот у них был один-единственный именно такой автомобиль. И вот это мне сразу сильно понравилось. Я, конечно, прекрасно понимал, что я себе в тот момент никогда не будет такой возможности, чтобы я его себе купил. Но теперь время-то поменялось, да? Сегодня и сейчас вы можете эту машину себе купить. Сегодня и сейчас цена вопроса 350 тысяч рублей. Сегодня и сейчас. Ну, кто-то может сказать, что что-то не хватает. Так, ребят, поверьте мне, для того, чтобы сделать свой идеальный автомобиль, вопросов-то особых-то и нет. Я же вам в следующем сюжете объясню, что это не такое большое удовольствие. Залезть в интернет, купить себе бэушные запчасти и все. Никаких проблем нет. Уж поверьте мне, я себе на Nissan Avenir все, что нужно, купил и потратил копейки. Просто реальные копейки. Сейчас мы просто развернемся. Посмотрим, что нигде вопросов нет. Потому что спереди машут дождик. А Максим у меня просто на улице. Не хотелось бы, знаете, свою камеру колбасить. И поедем в то место, где дождя-то и нет. Просто развернувшись. Теперь, что за машина? Ну, как вы прекрасно понимаете, это Nissan Patrol. Nissan Patrol. И вот в этом кузове он очень долго служил и являлся основной машиной организации Объединенных Наций. Почему такое случилось? Потому что это автомобиль, который неубиваемый абсолютно. То есть на нем и сейчас можно залезть куда угодно. Это супер машина. Ну, вы посмотрите, что внутри. Ну, внутри-то исключительно все. И еще я вам скажу. Конечно, машина была привезена из другого места. Но, тем не менее, все восстановлено. Если сильно хотите, если сильно хотите, никаких проблем. Заказывайте все в бушку и ставьте. Если сильно не хотите, то другого варианта, как ездить везде и всюду, нет. Вот сейчас, чтобы было просто и достаточно, я включил пятую передачу. И езжу спокойно. Вот эта тема. Вот эта тема. Обороты двигателя 1000. 40 км в час. Чего не ехать-то? Чего не ехать-то, господа? Наконец-таки у нас наступило время, когда вы можете себе машину купить. И не за дорого. Давайте определимся. Цена такого автомобиля, даже в Соединенных Штатах Америки, в таком же состоянии, ну, это примерно 8 тысяч долларов. Здесь сейчас это все дешевле стоит. Да, конечно, нам все это дело показали. Но нам это все дело показали. И мы наконец-то, наконец-таки начали понимать, что мы можем себе купить такие машины. Никаких проблем, по сути, нет. Телефончик вы видели? Машина исключительная и изумительная. Дайте мне, пожалуйста, еще 150 рублей. Я продам свое УАЗик и возьму себе такую машину купить. Может, тут было лучше. Может быть, у вас это получится. Но если нет, берите. Берите и 100% не проверяйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok